Доброе утро, дорогие друзья! Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что нам нужно развивать сельское хозяйство. Как правильно выращивать зелень своими советами, сегодня поделится главный агроном завода по производству агрокультуры акционерного общества агрофирма Деревни Ирки, Святослав Панасенко. Святослав, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Какую зелень вы выращиваете в теплицах? В своих теплицах. В своих теплицах мы выращиваем огромный ассортимент зелени до 10 видов различных сортов. Расскажите подробнее, какие? Я привез некоторые образцы нашей зелени, получается. Мы выращиваем до 5 видов салата. Руккола, базилик, кориандр, либо кинза, она по-другому называется, петрушка листовая. Так, вот базилик продемонстрируйте. Пожалуйста. Для многих, мне кажется, это вообще лес темный. А он, кстати, темный. Базилик, кстати, бывает еще и зеленым? Да, базилик бывает еще и зеленым. Так, а петрушка? Кстати, вот вы сказали, кориандр это та же кинза. Это научное название кинзы? Да, кориандр получается... Вот я принес образец. Кориандр или кинза в простонародье. Получается, кориандр используется, семена кориандра в основном это на пряности. А зелень кориандра используется на зеленой культуре для питания в свежем виде. А как правильно называется? Вот мы сказали зелень на научном языке. Как агрономы называют вот эти культуры? Все эти культуры называются зеленые. Зеленые культуры это овощные культуры, которые выращиваются для использования в свежем виде. А как зеленые культуры высаживать? Семенами все-таки, да? Да, все зеленые культуры высаживаются семенами, можно высаживать потом и рассады для открытого грунта. Так, а в нашей местности грунт открытый для этих культур подходит везде или все-таки лучше использовать, может быть, если в теплице осталось место? Частично подходит для многих культур, для таких, как, допустим, кориандр, для таких, как петрушка, для укропа, потому что они более хладостойкие. Для базилика это не подойдет, потому что это теплолюбивое растение. То есть его лучше в теплицу переместить? Обязательно. А как вообще ухаживать за зеленью? Прихотливые это растения? Да, зеленые культуры не особо прихотливые, но я расскажу пару главных советов, которые должны быть. Так, сейчас дачники берут в руки карандаш. Так, первое, это грунт. Грунт должен быть подготовленным. Как правило, эти культуры любят распушенный грунт, то есть не закисленный, не тяжелый, не щелочный. Ну, то есть, смотрите, то есть это понятно, что перед посадкой нужно вскопать? Обязательно. Распушить ее, землю. Разрыхлить, то есть? Да, разрыхлить, чтобы она не была тяжелой. Путем добавления какого-то, можно, компоста, либо опилок перепревших. А скажите, вот полив, вот как ухаживать за тем, что уже высажено? Вот полив здесь уделяется огромное значение, потому что многие люди думают, что если сильно хорошо польют, тем самым решат все проблемы. На самом деле, это не так. Для таких культур, как рукола и укроп, это имеет очень огромное значение. В связи с тем, что при огромном обильном поливе просто укроп начинает гнить. Ух ты, ничего себе, вот это, да. А возможно ли делать посадки зелени неоднократно за лето на открытом грунте? Да, это возможно. Некоторые культуры, однолетние культуры, такие как укроп и петрушка, могут использовать повторно после первой срезки. А многолетние-то какие? Петрушка, укроп. Петрушка, укроп. То есть срезаешь, и оно продолжает расти? Да, оно продолжает расти до конца вегетации. В отсутствие дачи можно выращивать зелень на подоконнике? Вообще, тот же вопрос, у меня дачи нет. На подоконнике два. И слава богу, сказал бы я. Да, это возможно, но здесь существует одно но. Большинство этих культур это фирмосличные культуры, то есть растения, содержащие огромное количество фирмных масел. Для создания этих масел требуется солнечная радиация. То есть на подоконнике это все возможно? Там горшочка маленького хватит, для того, чтобы у тебя на столе был свой укроп, своя петрушка? Горшочка маленького не знаю, но для каждой культуры необходим своевременный грунт, то есть небольшое количество, но правильное, то есть питательное. Вот мы здесь делаем, соответственно, я могу показать наш горшочек. А, кстати, вот вопрос, что когда в промышленных масштабах производится, ну, то есть любые овощи, в том числе зелень, используется химия, так ли это на самом деле, или это все-таки является чистым продуктом, экологически чистым? Ну, здесь не будем скрывать ничего, вот я опять же покажу, у нас горшочек, это обыкновенные семена кориандра, обыкновенный получается пластиковый горшочек, и здесь внутри используют торфяной субстрат. То есть без всякой химии? Органически. Без всякой химии? Без всякой химии. Перед употреблением тщательно нужно промывать, вот, или можно просто сполоснуть? Нет, желательно, конечно, тщательно промыть проточной холодной водой. В каких объемах агрофилмы сейчас производят зелень? Мы производим до 120 тысяч штук в месяц. Ух ты, и вопрос о том, что руккола и базилик, они, мне кажется, ну, на мой взгляд, не слишком популярны, а в чем их польза? Руккола и базилик, уникальные травы, известны достаточно давно, начнем с рукколы, вот я могу привести пример, по-другому она называется ииндау, или двурядник дикий, известна еще с времен Древнего Рима, в основном употребляли ее легионеры, так как считалось, что это растение очень сильный афродизиак. Ух ты, так хорошо, а базилик? Базилик, получается, пришел, это семейство яснотковые, пришел, по-моему, к нам с Древней Персии, то есть был ужасным в Древнем мире. А в чем его польза? Он очень ароматизированный, особенно фиолетовый базилик, используется для кулинарии, для приготовления различных блюд. То есть как приправа? Приправа, да. И в сухом виде то же самое сохраняет свои свойства? В сухом виде он как раз и сохраняет свои свойства, в зеленом виде, конечно, лучше использовать для пищи зеленый базилик. Святослав, большое спасибо. Кстати, еще один вопрос напоследок. Вот нам написали наши телезрители, говорят, вот огурцы, например, они на кусте вызревать начинают и вдруг потом почему-то увядают. То есть они не продолжают свое развитие. В чем дело? Ну, каждый случай надо рассматривать, наверное, отдельно. Ну и в данном моменте, я думаю, что здесь не сформировано было хорошее растение, как я уже раньше говорил. Тем самым растение просто сбрасывает ненужные плоды, и они отмирают. То есть просто не обеспечивает питанием? Ну, не то, что питанием, должным уходом, питанием и технологиями. Естественный отбор такой. Ну что ж, большое спасибо сегодня с нами своими советами по выращиванию зелени. Поделился главный агроном завода по производству агрокультуры акционерного общества агрофирма деревни Иркии, Святослав Панасенко. Святослав, большое спасибо. Хорошего настроения и высоких урожаев. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания.